друзья подписчики и просто те кто смотрит мой канал и не подписывается передаю вам огромный привет сказать года четыре назад мы ходили семьей за грибами сюда в лес то есть если произведем туда по карте посмотреть там там может 10-15 деревни есть туда трасса проходит тоже контр 3 наверное и просто ходя ищем грибы также и наткнулись на этот дом он один совершенно в лесу здесь вообще ничего нету кроме леса вот это небольшой полянки этого дома и подойдя к нему ради интерес посмотреть такой за дом подойдя к крыльцу услышали какой-то падение чего-то думали там тут и есть не стали рисковать в то время то есть обошли удача стороной и все и ушли дальше за грибами и сегодня я вспомнил о нем решил съездить и посмотреть за дом нашел с трудом еле-еле время уже полночь наверное и вот он нашел вроде пока не шумов ничего шумов нет но один вопрос меня устает что он тут делает этот дом в лесу чей это дом дом бабы яги какого-то лешего или здесь просто жили какие-нибудь ведьмы там колдун и тоже здесь один дом давайте зайдем и посмотрим что там будет так что смотрим я я желаю я желаю что мою маму п Governments я пренеслю что я прошу мол годов мог быть здесь И вот, ребят, подойдя к этому дому, где туда-сюда, здесь что-то такое упало, похоже было, как будто кувалда, что-ли-то, потопор такой. Не знаю, сам тут первый раз, наверное, сквозняк. Дом с проводами в лесу, ну, боже, конечно, нет, генератор стоял, не знаю, еще. Вот смотрите, здесь даже пола нету. Куда вот выделся? Это что? Что такое было? Это здесь? Это, наверное, здесь. Ребят, я маленько заболел, не обращайте внимание. Смотрите, даже розетки новые. Может, стол обокатился посильнее. Здесь запах, не знаю от чего. Смотрите. Смотрите. тут, тут был ли вообще он. Сейчас кто-то пробежал. Смотрите, мышка маленькая. Смотрите. Смотрите, розеты, как будто ищет ток. А как же он тут есть, если тут электричества нету. Не знаю, где-то какими-то шорохами. Непонятно только откуда. Может, там мыша? Может, там мыша? Как он тут все высоко, да? Ой. Так, скрипит. Так, скрипит. Так. 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 вот ребят как вы думаете чей-то дом мог быть здесь нет света я развалился бы он конечно здесь вообще стены нет страх какой-то непонятный у меня здесь есть кто-нибудь из мира мертвых если есть дай знак так тут все все готов ой так вот ребят можно сказать не обошли может на самом деле когда здесь были люди когда мы сюда приходите насколько пол гнил ой ну за четыре года я думаю не могли забросить завтра вон всё маршрут кидал не 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 Продолжение следует... Так, ребят, давайте, тогда, чтобы не зря приехал, поставим сейчас два шарика на стол и зажгем две свечи. Попробуем задавать много вопросов, если тут есть сущность, она должна себя проявить. Шарики повесим так, как им легче катать, мне кажется. А свечки поставим для того, чтобы сравнить, это сквозняк будет или нет. Так что давайте сейчас все подготовлю. Итак, вот, ребят, установил два шарика, две свечи. Выбрал комнату поменьше. И проведем вот такой эксперимент. Если шарики шевеляются и огонь, то по-любому можно сказать, что это сквозняк. Если что-то случится одной из двух, либо скатится шарик, и свеча не будет. Или свеча может еще задвигаться, и шарик не сдвинется. Может быть на что-то сверхъестественное списать. Так что давайте попробуем. Здесь есть кто-нибудь из мира мертвых? Если есть, тронь один из этих шариков. Сдвинь с места его. Если присутствует в этом доме какая-нибудь сущность. Затуши свечку, либо сдвинь какой-нибудь шарик. Дай знак. Дай мне какой-нибудь знак. Выбери любой из двух шариков. Сдвинь его. Если здесь есть какая-нибудь сущность. Сдвинь его. Сдвинь его. Продолжение следует... Продолжение следует... Зелёный шарик со свечкой, да. Жёлтый со свечкой тоже нет. Дай мне знак какой-нибудь. Если ты не хочешь со мной общаться, значит, жёлтый шарик тронет свечку. Если ты идут тут, сдвинь зелёный шарик или свечку. Что за звуки? Не знаю, ребят. Либо не хочет общаться тут. Нет? Не хочет общаться сегодня. Ты не хочешь со мной общаться сегодня? Вот, ребят, мне надо было сделать вот такой же эксперимент, когда я был в усадьбе. Поставить также свечки и шарики на первом и втором этаже и задать вопрос. Был бы сквозняк, поддуло бы свечу. Если я как-нибудь соберусь ещё раз туда съездить, я обязательно этот эксперимент ещё раз повторю там. Может, мне попробовать выйти? Может, вот что-то без меня потвориться? Давайте я выйду минут на 10-15. Потому что тут до машины и втором далеко идти. Пока на улице постою. Может, тут что-то проявить себя. Я сейчас покину это помещение. Сделай что-нибудь. Либо затуши свечку какую-нибудь, если сможешь. Либо под огоньком побалуйся. Либо сдвинь из этих двух шариков. Ну всё, отойду я. Ну всё, отойду я. Ну всё, отойду я. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...